Так, ребята, скажите мне, пожалуйста, какое сегодня у вас настроение? Покажите, какое у вас сегодня настроение? Хорошо, сейчас мы с вами начнем к уроку, а урок у нас будет очень интересный. Поэтому я всех приглашаю к себе сюда. Что вы наблюдали? Волны. Волны, правильно, ребята. Еще раз посмотрите на опыт и скажите, как распространялась волна? По кругу. Пожалуйста, Андрей. По кругу. Одинаково. Во всем сторонам одинаково. Во все стороны волны распространялись одинаково. Ребята, скажите мне, пожалуйста, а когда возникла волна? Когда возникла... Когда вы бросили камень. Правильно, ребята. Значит, камень у нас является источником волны. Сегодня ребята с вами будем говорить о звуках и о источниках звука. А как вы думаете, ребята, когда я ударила барабан, все вы слышали звук? Да. А почему по кругу барабана распространялись звуковые волны и мы услышали звук? Потому что звуки везде распространяются одинаково. Молодец, умница. Сегодня, ребята, вы будете мне говорить маленькие ученые. Поведете небольшое исследование. В конце исследования вы должны сделать выводы. Когда я не лежала, мы звук не слышали. А когда мы стали тропать, мы слышали звук. От колебания звук. Это дает колебание звук. Мы слышали звук, да? Так, хорошо. Как только мы пригодим движение нашу линейку, колебания происходят в воздухе, и мы слышим звук. Значит, линейка чем называется? Молодцы, ребята, похлопали. Когда мы ударяем по ножке камертона, камертон, то возникает звук. А когда мы приложим палец к ножке камертона, тогда мы чувствуем вибрацию. Хорошо, спасибо. Ударить по камертону и прикоснуться пальцем сильнее, то тогда колебание прекращается. И звук исчезает. Значит, в источнике звука что явилось? К камертон. К камертон. К камертон. Гумицы, молодцы. Когда мы подошли в красный шаг, то мы не услышали звук. А когда мы подошли в желтый шаг, то мы услышали звук. Мы сделаем вывод в том, что если в шарах находятся предметы, то предметы являются источниками звука. А если в шарах ничего нет, то шаг не издает звука. А теперь я вам предлагаю закрытые уши. А теперь обойтись, скажите, ребята, вы когда закрытые ушами что-нибудь вы услышали? Я услышала даже громче, чем я ничего не слышала, потому что у нас уши были закрыты. Когда вы хорошо слышали? Мы хорошо слышали звук, когда у нас открытые уши. Предмет познания мира формирует у учеников систему знаний о природном и социальном окружении человека, о взаимосвязи человека и природы, способствует осознанию общечеловеческих и нравственных ценностей наряду с приобщением к национальной культуре и национальной истории. Введение в науку учит детей делать научные предположения, выдвигать гипотезы, проводить исследования, получать ответы на возникающие вопросы. Учащимся прививаются азы научной работы, умение собирать материал, обрабатывать, интерпретировать различные виды данных, высказывать суждения, делать выводы и умозаключения. Учащиеся получают основы научных знаний о природных явлениях, о космосе, об источниках света, звука. Песочник звука, финальное распространение звука, приемник звука.